Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. С начала года жителям Кировской области выдано 100 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным жителям Кировской области, в январе-сентябре 2021 года находилась в диапазоне от 7,3% до 7,8%. Для сравнения, в январе-сентябре прошлого года этот диапазон был чуть шире – 7,2%, 8,9%. Доля просроченной задолженности по ипотеке составила 0,4% от объема портфеля. В целом, по России, этот показатель выше – 0,6%. Программа Экономика. В Кировской области появятся кластеры легкой и пищевой промышленности. Утверждены стратегии их развития и конечные цели, в которых прописаны рост объема реализации продукции и инвестиций участников кластеров, увеличение численности их персонала. Чиновники считают, что к развитию можно будет привлекать ресурсы сферы образования, а также участники кластеров смогут претендовать на господдержку в продвижении. В регионе сейчас сформализовано шесть кластеров – биотехнологический, биофармацевтический, туристко-рекреационный, кластер информационных технологий, кластер легкой промышленности и кластер пищевой промышленности. На основе биотехнологического кластера хотят создать первую в России особую экономическую зону. Экономика. На 101 АФМ. Далее информация от наших партнеров. Современный мир стал очень ярким, а покупатель в нем капризным. Он не купит вещи, которые не видит, и не зайдет в магазин, где темно и душно. Можно потратить огромное количество сил на изучение мерчендайзинга, выложить товар по всем его канонам, но не добиться нужного результата. Потому что, как говорят специалисты, половина успеха здесь – это правильный свет. Есть множество примеров, когда, сделав только один шаг, поменяв освещение в торговой точке, предприниматели увеличивали продажи на 30 и более процентов. При этом экономия на свете приводила к обратному эффекту. Учитывать при этом важно все – не только подсветку витрин, освещенность товара, но и подобранную цветовую температуру, зонирование, равномерность засветки и так далее. Важно понимать, на какой высоте стоит размещать светильники и под каким углом. Все это создает комфортную атмосферу в магазине. И, ощущая ее, покупатель решает остаться там и сделать покупку. При этом как каждому покупателю нужен индивидуальный подход, так и каждому товару нужен свой свет. Разобраться во всех особенностях правильного освещения, избежать распространенных ошибок и сделать товар привлекательнее – кировским предпринимателям помогут в магазине световые решения. Он находится на Маклина, 36. Телефон – 705-520. Экономика. И в завершении о курсах валют. Доллар сегодня стоит 73 рубля 85 копеек, евро – 83 рубля 36 копеек. Анна Лапшина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.